У нас счастливое событие. У нас выходит сразу 6 новинок. На самом деле они должны были выйти еще в мае. Мы их начали готовить в прошлый Новый год. Ну и понятно все эти мальчишечья забавы, спецоперации. В общем, мальчики странные существа. Хорошо, что мы живем в своем отдельном мире. У нас это все не касается. У нас тут у девочек все хорошо. Хорошо. Новинки. Наконец-то мы сделали то, что у нас просили 2 года. Мы сделали скраб для тела. Но, как вы знаете, я жесткий противник скрабов. И я всегда говорю, не нужно механически травмировать кожу. Потому что вы просто нарушаете свой гидролипидный баланс. Вы смываете гидролипидную вуаль. Вы оставляете микроцарапины на теле. И жестоко обезжиривая ее, вы ее просто приводите к преждевременному старению. И поскольку все равно все привыкли к этим скрабам, к этим огромным банкам. Всем нужна какая-то спа-процедура домашняя. Мы напрягли Светлану, нашего технолога. И вот 2 года мы мешали этот скраб. В итоге мы нашли потрясающий компонент, который не оставляет микроцарапины на коже. И не дает очень жесткого воздействия. И практически вся банка нашего потрясающего скраба для тела, она состоит из шелухи семян льна. Когда эта шелуха соприкасается с водой, она становится еще чуть более мягкой, чем когда она находится в баночке. В баночке мы ее поддерживаем структуру за счет того, что мы добавили масло льна. То есть там шелуха льна и масло льна. Очень хороший омега-3 составчик. Плюс мы добавили немножечко взбитого баттерши. Это уже мутные липиды. Что такое баттерши? Это регенерирующее мутное масло. То есть это пленочный вариант липидов. Но мы его добавили взбитый и очень мало. Просто для того, чтобы он смягчал саму процедуру. И мы добавили немножечко мелкодисперсной морской соли. Но она не крупная. И конечно же, мой любимый запах. Мы все это сверху полили эфирным маслом вербены. И у меня от вербены все еще закатываются глаза. Поэтому я думаю, что вам всем понравится. Как пользоваться скрабом? Не нужно им злоупотреблять. То есть любой скраб это то, чем нельзя злоупотреблять. Даже если это очень щадящее средство. Делайте его максимально один раз в недельку. На влажную кожу можете даже после того, как вы помылись уже, наносите скраб. В принципе, можно и помыться скрабом. Потому что принцип воздействия один и тот же. Вы можете полностью его нанести. Вы можете его точно нанести. Главное нанесите на влажную кожу. В этом составе уже есть мутные прозрачные масла. И есть сами вот эти отшелущевающие частички. Поэтому, когда вы соедините это все с водой, скраб начнет видоизменяться. Соль начнет растворяться. Шелуха начнет чуть-чуть размокать. Масло начнет таять за счет влаги на вашей коже и за счет вашего тепла. И он станет такой более, скажем так, более скользящий. Он начнет немножко таять прямо на вашей коже. Поэтому не нужно пытаться нанести его сразу везде. Он начнет с вас просто течь. Обрабатывайте зоны. То есть нанесли на руку и проработайте ее. После этого набираете еще и прорабатываете. Не нужно пытаться сразу на все тело нанести. При желании, я знаю, что у вас бывает потребность в скрабе для кожи головы. Это тоже подойдет. Потому что очень мягкий скраб. Он гораздо мягче тех скрабов, которые вы можете купить сейчас на рынке в любом ритейле. Я иногда тестирую другие бренды. И наш скраб будет более щадящим. Вы можете использовать его точечно, на пяточке. Потому что после него, например, остается такое салонное ощущение. Это не просто мокрую пятку намазать маслом для тела. Ощущение будет сильно отличаться, потому что там в составе масло ши. И масло ши дает такую тоненькую липидную дополнительную пленочку, которая выглаживает поверхность. Поэтому, например, на ежедневной основе, если вы хотите его использовать, вы можете делать это для кожи ног. Если вы хотите использовать на каждой дневной основе для тела, не рекомендуется. Да? Пожалуйста, разделяйте эти понятия. Я думаю, что все будут в восторге от запаха. Мы ушли от вишни. Понимаем, что с вишней уже перебор. И в этот раз вас ждет просто потрясающий запах вербены. Продолжение следует...